Испания, страна жарких парней, страна, в которой популярным видом шоу является коррида, а это прилюдное убиение крупного рогатого скота, не может просто обойтись без всяческих экстремальных шоу. Именно к экстремальным шоу мы и относим автоспорт. И сегодня пришла пора поговорить об одной из самых известных трасс в календаре чемпионата мира Формулы-1, трассе Каталуния-Моннелло. Ну или как она теперь называется, Барселона-Каталуния. Автоспорт в Испании зародился ничуть не позже, чем в той же Великобритании или в Италии. Например, первый гран-при был проведен уже в 1913 году на дорожной трассе в Гвадараме, недалеко от Мадрида. Ну а когда появился регулярный чемпионат Формулы-1, уже в 1951 году был проведен гран-при Испании именно в этой дисциплине, и входил он в официальный зачет чемпионата мира. Гонка прошла на трассе Педралбес. Но в 1955 году произошла трагедия с гибелью зрителей на гонках 24 часа Лимана, и уличную трассу Педралбес исключили из календаря. Ну, на всякий случай, мало ли что. В 1967 году гран-при Испании возвращается, когда Королевский автомобильный клуб Испании организовал гонку на трассе Харама, недалеко от Мадрида. С 1968 года испанский гран-при возвращается в официальный календарь чемпионата мира Формулы-1. Трассы Харама и Манжуик-Парк поочередно делят право принятия гран-при. Однако спустя менее чем 10 лет в Манжуик-Парке происходит трагедия, нелепая случайность. Автомобиль вылетает за пределы трассы и убивает четырех зрителей. Трасса в Манжуик-Парке вообще была просто сумасшедшая. Это нечто среднее между Монако и Нюрнбург-Рингом. Таким образом, гран-при с небольшими перерывами перекочевал в Хараму, а затем на известную трассу Херес. Ну а в 1991 году всему автоспортивному миру было представлено новейшее чудо инженерной изобретательности и архитектурной мысли трасса Каталуния-Манмело, спроектировал которую нет, не Герман Тильке. Это был известный ранее автогонщик Луис Пересало. При возведении комплекса были использованы наиболее инновационные идеи и достижения, давшие ему возможность стать лучшим на то время. Надо отметить, что Барселона готовилась к проведению Олимпийских игр и как бы с денежкой на те времена все было хорошо. В общем, построили трассу Каталуния по высшему разряду. Так и повелось, аж с 1991 года Испания принимает у себя гран-при имени самой себя. И непременно все это происходит на трассе Каталуния. И с момента создания трасса, правда, несколько раз незначительно изменялась. Последний раз в 2007 году между поворотами Еврокара и Нью-Холланд в целях безопасности была добавлена шикана. Стоит отметить, что скорее в целях безопасности мотогонщиков, а не пилотов Формулы-1. Сегодня Каталуния является одним из самых известных спортивных сооружений, используемых для проведения не только этапов Формулы-1, но также и для тестов, как мы все знаем, и к тому же мотогонки. Мотогонки, ДТМ и другие соревнования местного масштаба. Правда, несмотря на довольно почтенный возраст эпичных баталий именно в Формуле-1 и исторических событий, здесь произошло не так уж и много. Начнем с того, что на этой трассе ни разу не побеждал Айртон Сенна. И лишь несколько раз мы видели действительно эпичные гонки. Дождь в Испании редкость, поэтому дождевой гран-при 92-го года подарил нам шикарную борьбу, победу в которой одержал будущий чемпион мира Найджел Мэнсел. А в 96-м под проливным, опять же, дождем побеждает уже Михаэль Шумахер на Аламболиде Феррари. В 2001-м Микка Хакенен распрощался с победой буквально за круг до финиша. А в 2006-м все испанцы лицезрели победу своего соотечественника Фернандо Алонсо на трассе Каталунья. Спустя еще 6 лет в сезоне 12-го года побеждает уже пастор Мальдонадо, к юбилею Фрэнка Вильямса, как ни странно. И затем следует пожар в боксах команды, правда сгорает машина Бруно Сенны. Ну а 2016-й подарил нам новую звезду Формулы-1 Макса Ферстаппена. Ведь именно в Испании он выиграл свою первую гонку за рулем Рэдбула. Ну как выиграл? Ну да, выиграл. В общем-то не будем столь серьезно углубляться в историю. Достаточно понимать одно. Трасса Барселона-Каталунья это, пожалуй, самая родненькая трасса для всей Формулы-1. Потому что там проводятся зимние тесты, сюда привозят все новинки к гран-при. И не важно, интересная или нет получается гонка, событий вокруг этого гран-при всегда много. Кто что новенького привез, кто прогрессирует, а кто нет. Поэтому болельщики внимательно следят за событиями как гран-при Испании, так и за межсезонными зимними тестами. Поэтому, друзья, от слов давайте перейдем к делу и поближе познакомимся непосредственно с самой конфигурацией этой трассы. Финишная прямая, она же, как вы понимаете, стартовая. Довольно коварное место. Об этом мы будем разговаривать, наверное, ближе к концу сегодняшнего обзора. Но даже здесь, прямо напрямую, произошло несколько интересных событий. Например, тот же выезд из боксов. Джанни Марбидели на своем залбере немножко перестарался, задел траву и улетел через всю трассу прямо в отбойник. Но интереснее, наверное, поговорить о дебюте в 91-м году, когда Мэнсел и Сенна буквально всю гонку сражались между собой. Именно здесь, напрямую, они практически всю ее проехали бок о бок, буквально в нескольких сантиметрах друг от друга. Борьбу выиграл большой Найтш, как и дебютный гран-при на этой трассе. Первый поворот под названием «Эльф», тут к бабке не ходи, всегда происходит много аварий, особенно на старте. Достаточно покопаться в собственной памяти и вспомнить прошлый 2017 год, когда Ферстаппин и Райканен столкнулись друг с другом. Можно вспомнить плачущего мальчика по имени Томас, ну и практически каждый год что-то в подобном духе здесь происходит. Далее мы попадаем во второй поворот, ну и понятно, что кому не хватило борьбы в первом, тот сполна хлебает весь жар сражения во втором. Кому-то это удается, кому-то нет. В 2009 году здесь столкнулись сразу 4 болида Суперагури Форс Индия и обе Тараросы. Третий затяжной правый поворот носит французское имя «Рено», ну и, соответственно, непростой французский характер. Здесь довольно легко потерять машину, а если вы ее потеряли на такой бешеной скорости, то вернуться на траекторию будет очень-очень сложно. Скорее всего, это будет вылет в траву, в гравии и можно доехать даже до отбойника. Но мы с вами приближаемся к прямой, которая следует за третьим поворотом и ведет нас к четвертому. Здесь уже большинство нынешних болельщиков Формулы-1 лично были свидетелями действительно исторического события, аварии, которая входит в нарезки не только истории Гран-при Испании, но и, пожалуй, в нарезки истории Формулы-1 в целом. 2016 год. Столкновение Льюиса Хэмминтона и Николая Росберга, двух лидеров гонки и что там всего чемпионата. Как итог, они оказываются в гравийной ловушке четвертого поворота, который носит название очередного спонсора Repsol. Ну а дальше, после затяжного правого, мы спускаемся к пятому повороту под названием Seat. Пилоты пытаются здесь атаковать, но прямо скажем, место не самое обгонное. Не самым обгонным является и участок, который следует за пятым поворотом. Небольшой изгиб под номером 6, затычный седьмой поворот и доворот вправо под номером 8. В 2010 году здесь произошло важное событие, оно почти не касается Формулы-1, но значимо для российского автоспорта. Именно здесь, под проливным дождем, буквально за пару прыгов до финиша, Михаил Алешин обгоняет воспитанника юниорской программы Red Bull некого австралийца Даниэля Рикьярна. И выигрывает чемпионский титул мировой серии Renault V8 3,5 литра. Это был первый чемпионский титул для российских гонщиков в значимой международной формульной серии. Кстати, и по сей день, помимо Миши Алешина и чемпиона GP3 Даниила Квята, похвастаться нашим формулистам особо нечем. В остальном же обгоны в этой серии поворотов для Формулы-1 практически нереальны. Ну так, для прикола можем вспомнить дебют великого канадского пилота на зимних тестах 2017 года. Лэнса Струла, который разбабахал тут машину буквально через несколько минут после этого самого своего дебюта. Девятый правый поворот практически ходовой, но он тоже довольно коварен. Небольшая ошибка и болид может сорвать с траектории. Так и произошло с Хеки Кавалайном в 2008. Была действительно жесткая авария, но она скорее исключение, подтверждающее правило. Большинству пилотов удается спокойно миновать этот поворот и начать свой разгон на второй, так называемой, задней прямой. Ну по этой самой длинной прямой, в смысле не самой длинной, а по этой самой, мы приближаемся к десятому повороту, к одному из самых медленных поворотов трассы. Конфигурация его со временем была изменена в угоду все тем же мотогонкам. Слишком скоростной был поворот до этого, и мотогонщикам там было ездить действительно опасно. Поворот стал более медленным, ну и, если можно так сказать, скучноватым. Правда, в GP2, ныне в Формуле 2, здесь периодически эпик случается. Чего стоит, например, авария Натаниэля Бертона в 2013, ну или крэш Антонио Джовинаци в сезоне 2016 года. Миновав десятый, мы начинаем разгон к связке 11-12 поворотов. Они довольно медленные, пилотажные, поэтому здесь обгонов и каких-то серьезных аварий практически никогда не происходило, но борьба кипит за секунды. За те самые десятые, сотые и тысячные, как вы понимаете. Миновав двенадцатый, мы приближаемся к тринадцатому правому повороту. Именно этот поворот называется Еврокап, и раньше он шел прямо. Пилоты на полной скорости вылетали практически аж до самой стартовой прямой. Но мотогонки, друзья, безопасность, ну и все такое, как вы сами понимаете. Поэтому здесь появился вот такой тринадцатый поворотик, который ведет к шикане с четырнадцатым и пятнадцатым поворотом. На мой взгляд, это слишком медленная шикана, она слишком узкая. Сделать в ней что-либо практически невозможно. Пилоты стараются тут не обгонять, лишь обозначают атаку. В основном же цель заключается в том, чтобы как можно чище пройти эту шикану и начать свой разгон к прямой старт-финиш. Ну и, наконец, шестнадцатый поворот, в котором нынче практически ничего не происходит. Все как раз по причине вот той самой шиканы, которую мы преодолели. Но раньше он был очень и очень эпичным. В девяносто четвертом году Андреа Монтермини чуть было не пополнил черный список сезона. Но травмы получил серьезный и практически карьера на этом была закончена, несмотря на попытки вернуться в Формулу в девяносто пятом. Ошибки и мелкие вылеты здесь происходили практически постоянно, но нынче все по-другому. Пилоты уже держат палец над кнопочкой ДРС, чтобы, миновав зону активации этой самой системы, эту самую систему активировать и пытаться пройти соперника на прямой. Эх, такова нынче Формула-1. Но, впрочем, не будем грустить. Как для самих пилотов, так и для инженеров, и уж несомненно, для практически всех боленщиков. Формула-1 каждый поворот трассы Барселона-Каталония является, ну, если хотите, родненьким. Множество кадров с борьбой, с обгонами. Повороты здесь довольно скоростные, затяжные. Всегда интересно смотреть фотографии и видеоархив с этой трассы. Но мы с вами будем не только смотреть, а поучаствуем сами. Поэтому давайте позовем Молчалина и прокатимся лично по этой самой трассе. Антоха, извиняюсь, сейчас все болиды покрыты новинками, которые привезли в Испанию. Поэтому формульную машину нам просто-напросто не дали. Поедем на том, что есть. Но не забывай, что это удовольствие нам обошлось 180 баксов. Поэтому ехай, как всегда, быстро, но аккуратно. Давай, прокатимся с ветерком. Приближаемся к первому повороту. Болиды тут подлетают на скорости далеко за 300, затем сбавляют до 140 в самом повороте. Очень важно проходить связку первого, второго и третьего по правильной траектории. Если вы ошибетесь где-нибудь здесь, на изгибе второго поворота, то весь третий у вас получится не аллен, ну и, соответственно, вплоть до четвертого вы будете страдать нехваткой скорости. Третий забавный, только от него немножко укачивает. Какая-то бесконечная езда в правую сторону. Молчалин, почувствуй себя гонщиком Носкар, едущим навстречу всем остальным. И снова Носкар. Поворот направо, также бесконечный, безумно сложный, у него ломаная траектория. Выходим к спуску пятого поворота, и здесь нас ждет торможение. Ну а дальше мы спускаемся к седьмому повороту, проходим его плавненько, аккуратненько, и начинаем подниматься. Здесь, молчалин, не будь кавалайниным, езжай направо, а не прямо. Еще правее. Молодец. Ах, проехав эту долгую прямую, мы практически останавливаемся в десятом повороте. Он не выглядит из кокпита таким уж острым, но на самом деле этот поворот намного больше, чем 90 градусов. Я бы даже сказал, что это самая настоящая петелечка. Ну а после нее фигурное вождение змейкой, одиннадцатый, двенадцатый, очередной затяжной правой. Если захотите ездить на Формуле-1 в Барселоне, ребят, не вздумайте, плотно завтракайте. Ну а теперь вот эта новая мотогоночная секция, тринадцатый, поворачиваем, спускаемся к четырнадцатому. Я не понимаю, как можно было такую шикану сделать для Формулы-1. Неужели нельзя было использовать старую траекторию, а для мотогонок новую? Но безопасность превыше всего, поэтому мы безопасненько снова попадаем в затяжной правый поворот и возвращаемся на стартовую прямую. На нашем чудо-болиде мы будем ехать по ней примерно в вечность. И за это время Макс Ферстаппен успеет стать двадцатикратным чемпионом мира, состариться, уйти из гонок и привезти туда своего сына. Как вы понимаете, внука Йосса Ферстаппена. Как вы понимаете, нам пора закругляться. Ну что ж, друзья, вот такая вот близкая и знакомая всем нам, болельщикам, пилотам, механикам, наблюдателям, сторонним за Формулой-1 трасса. Трасса в Барселоне, трасса в Испании, трасса, без которой сложно себе представить календарь чемпионата мира. Иногда она нам преподносит неожиданные события. Но интереснее всего многим из нас будет наблюдать за тем, какие новинки привезли команды, кто будет прогрессировать, кто останется на месте. А в Формуле-1, как вы знаете, если ты остался на месте, то мгновенно отстанешь от всех. Поэтому интересно будет наблюдать за свободными заездами, тренировками, квалификацией, ну и, конечно же, самой гонкой. В последние годы гонки здесь проходят довольно интересно, поэтому ждем чего-то эдакого. Может быть, даже дождик вновь прольется в Испании. Всем интересного шоу, комрады! Это была Барселона, Каталония. До встречи в обзоре Гран-при Испании 2018 года. Продолжение следует...